Как отметил сам посол Королевства Таиланд, в России много регионов, с которыми хотелось бы сотрудничать. Город Сочи и Краснодарский край в целом тайцы считают наиболее перспективными. В Олимпийскую столицу они уже готовы инвестировать. Как и наш курорт, Таиланд ориентирован на туризм. Поэтому основное сотрудничество предполагается в этой сфере. Интересуют гостей тема управления отельным бизнесом и подготовка кадров. Есть у тайцев желание, а также возможность завозить в наш город свои продукты питания. Также немаловажно для членов делегации договориться об обмене опытом. Представители Королевства в восторге от увиденного в Сочи. Инфраструктура, логистика, экология гостей интересует все. Удивление и желание сотрудничать посол не скрывает и после официальной встречи. Глава Сочи пригласил доктора Ити Дидбачонга начать знакомство с курортом с излюбленного места для сочинцев – пешеходной улицы Новогинской. История отношений двух государств насчитывает 117 лет. И, судя по всему, продолжение следует. Прекрасный город, красивейший. И для нас, для Таиланда, есть чему поучиться, есть что привести назад и внедрить в себя. Важным аспектом, который мы обсудили, является развитие майс-индустрии, индустрии встреч, мероприятий, событий, посчитательных поездок. Большое спасибо за этот диалог. В Сочи нет отрасли, которая бы не претерпела изменения. Благодаря Олимпиаде курорт действительно стал круглогодичным. Поэтому предложения, которые дадут еще больший толчок для развития, город всегда готов рассматривать, отметил Анатолий Пахомов. Конечно, предложения деловых кругов, деловых людей очень важны. И нам надо развивать сегодня эти отношения. И хочу сказать, что я очень рад встрече. И, по большому счету, это старт наших отношений. Уверен в том, что уже в ближайший месяц деловые люди города Сочи побывают в Таиланде, повстречаются с их бизнесом, а бизнес Таиланда будет у нас. Первые соглашения, отметили стороны, могут быть подписаны уже в сентябре на Международном экономическом форуме.